я только что пожарил вкусные подсолнечные зернышки они стали вот такие красивые золотистые здесь есть один секрет сейчас я буду жарить подсолнечные зернышки сковороду я уже разогрел и теперь я высыпаюсь до зернышки беру ложку и все время помешиваю разговаривают два еврея абраша говорят ты удачно женился нет неудачно окна во двор встречаются как-то двое евреев один другого спрашивает ну и где вы теперь обрамович тот говорит на железнодорожном переезде служу и что много там наших ну нет немного я и шлагбаум тетя сара тетя сара а ваш маленький изи ест газету а пускай есть она вчерашняя страховой агент уговорил хайма застраховаться от пожара и ограбления затем предупредил но конечно вы понимаете что компания не возместит вам убытков если вы сами подожжете свой дом хайм кричит жене в другую комнату я сразу почувствовал что в этом деле что-то нечисто в нью-йоркской подземке рабиноч замечает что его сосед по скамейке негр сидит и читает газету на иврите он дружелюбно пихает негра в бок и спрашивает ну что тебе мало просто быть негром на суде имя абрам леви профессия старьевщик место жительства житомир вероисповедание господин судья я уже сказал что я абрам леви старьевщик и житомира ну и кто же я после этого буддист барон ротшильд занят делами лакей вводит в кабинет посетителя ротшильд не отрывая глаз от бумаг возьмите себе стул и садитесь барон я князь шарль луи де грамон возьмите блять себе два стула рабиновича вызвал к себе следователь и спрашивает чем объяснить уважаемый рабинович что ваша жена ежедневно тратит на привозе по 200 рублей минимум а на толчке по 1000 а что в этом плохого спрашивает рабинович как что плохого но ведь вы получаете всего 250 рублей рабинович спрашивает и что в этом хорошего рабинович где вы теперь работаете джазе это с вашим-то слухом на чем же вы играете нашили как это ну как как дирижер подает мне команду я втыкаю шило в жопу нюме он кричит ой а хор подхватывает мамбо итальяно рабинович у вас есть часы есть а почему же вы их не носите знаете неудобно маятник гири захотелось еврею сходить в цирк звонит он справочная и говорит дайте мне пожалуйста телефон цик а барышня дает ему телефон цик а он звонит туда и говорит здравствуйте это цик ему говорят да и какие у вас есть новые хохмочки подождите говорят на том конце не кладите трубку естественно в скорости за мужиком приезжают забирают отделывают как следует и сажают на 15 суток выходит оклемался снова в цирк захотелось звонит справочная ему дают тот же самый номер думает соединили неправильно звонит туда и говорит здравствуйте это цик ему говорят да и какие у вас есть новые хохмочки на том конце говорят подождите не кладите трубку нет спасибо эту хохмочку я уже слышал приходит девушка устраиваться на работу в отделе кадров ей говорят заполните анкету читают петрова инна исакиевна вы что еврейка что ли может таки по-вашему исакиевский собор тоже синагога встречаются два еврея один другого спрашивает рабинович так вы все-таки можете купить волгу тот говорит ну конечно могу если взять у соседей у друзей у родственников но с другой стороны зачем мне столько пароходов причалов рабинович сколько вам лет суагок да а в паспорте написано что 50 вот так я же 10 лет сидел так что же вы там не жили чтобы вы так жили подходит проводник и спрашивает ваши билеты муж женой говорят мы их потеряли проводник говорит в таком случае у вас будут проблемы и тут женщина стоит ша люди вы только послушайте мы потеряли билеты на вокзале у нас дели вещи изя отстал от поезда и вообще мы едем не в ту сторону и он таки говорит что у нас будут проблемы еврей эмигрирует в израиль везет портрет ленина это что спрашивает он на советской таможне это не что а кто говорит еврей это владимир ильич ленин это кто спрашивает он израильской таможне это никто а что это золотая амочка еврей приехал из россии в америку ищет синагогу а вам какую спрашивает сосед у нас квартале есть румынская польская венгерской литовской синагоги скажите рэви а нет ли поблизости еврейской синагоги старые евреи жалуются доктору у меня совсем не слышит левое ухо после осмотра доктор говорит ну что ж я ничего не могу поделать это старость еврей говорит и что мое левое ухо старше право еврей заполняет анкету состоял ли в других партиях нет находился ли на территории оккупированной врагом нет состоял ли под судом или следствием нет национальность до антисемит проходя мимо еврейского кладбища поглядел на заботливо ухоженную могилку и сказал завистью живут же жиды пожилой еврей приехал из еврейского местечка в одессу стоит и долго наблюдает за регулировщиком движения на оживленном перекрестке наконец не выдерживает подходит к нему и вот я конечно дико извиняюсь но с кем это вы все время разговаривать мать пишет сыну письмо на зону дорогой сынок вот уже картошка созрела а вскопать я не могу мне так тебя не хватает сын пишет маме дорогая мама я не хотел тебе говорить но у нас в огороде закопан пулемет выры его продай нами людей они скопают твою картошку мать пишет письмо сыну на зону дорогой сынок пришли ко мне милиционеры вскопали весь огород искали пулемет сын пишет матери письмо чем мог помог мамашка жили были два соседа иван и абрам дружно так жили встречает как-то абрам и ванна и спрашивает иван тем милиция приезжала приезжала говорит иван ну вот это я накапал проходит месяц снова встречается иван с абрамом абрам спрашивает иван к тебе оба хсс приезжала приезжала это я накапал Ещё время проходит, встречает Ивана Абрама. Говорит, Абрам, у тебя жена-то в роддоме? В роддоме, отвечает Абрам. Это я накапал. Заходит один еврей в публичный дом и говорит, вы знаете, я хочу любовь по-еврейски. Бандерша говорит, вы знаете, я знаю любовь по-французски, разные всякие фокусы, но любовь по-еврейски, извините, в первый раз слышу. Потом одна из девочек говорит, а я знаю. Пришли они в комнату, а девочка смущается. Вы знаете, я вам соврала. Я не знаю любовь по-еврейски. Ну просто дела у нас в борделе идут ху**а. У меня денег вообще нет, вот хотел и вы***ться. Вы уж меня извините. Если захотите, вы можете иметь то же самое, но за полцены. Еврея обрадовался и говорит, вот, это же и есть любовь по-еврейски. Рабиновича вызывают в ОБХСС. И спрашивают, где вы взяли деньги на Волгу? Ну где, где взял? У меня был москвич, я его продал, одолжил немножко денег, купил Волгу. А где вы взяли деньги на москвич? Ну у меня был старенький иш, я его продал, одолжил немножко денег, купил москвич. А где вы взяли деньги на иш? Ну у меня был велосипед, я его продал, одолжил немножко денег, купил иш. А где вы взяли деньги на велосипед? А за велосипед я уже отсидел. Идет Рабинович по лесу и видит, стоит НЛО. А рядом маленький такой зеленый человечек. Рабинович подходит к нему и говорит, здравствуйте, дорогой представитель внеземной цивилизации. Инопланетянин про себя с досадой. Бл***ь, они уже и сюда добрались. Пожилого еврея останавливает одесский фраер и говорит, эй ты, б***ь, жидовская морда, сколько времени? Тот говорит, посмотри на мои часы, в кармане брюк. Тот говорит, как же я могу увидеть сквозь штаны? Ну ты как-то уже увидел, что я еврей? Делегация евреев из Израиля приехала на экскурсию в Германию. Их посадили в автобус и повезли в Бухенвальд. К несчастью, автобус сломался, водитель выходит, подходит к одиноко стоящему аккуратному домику, стучится туда, дверь открывает фрау. Он говорит, извините, у меня тут сломался автобус, не могли бы вы мне помочь? Там сидят евреи, я их везу в Бухенвальд. Фрау говорит, извините, извините, но у меня есть только микроволновка. В 30-е годы вызывают в НКВД еврея, старого дореволюционного коммерсанта, и говорят ему, «Рабинович, вот тебе три рубля, поезжай в Америку и купи там на эти деньги пять километров медной проволоки. Не выполнишь – расстрел». «Хорошо», – отвечает Рабинович и уезжает. Через месяц он привозит целый пароход проволоки. Чекисты спрашивают, «Как это тебе удалось?» Он говорит, «Ну как удалось? Я пришел в проволочную компанию, дал им три рубля и сказал, что я хочу купить на эти деньги пять километров проволоки». Они посмеялись и сказали, что за эти деньги они могут мне дать кусок проволоки размером от моего носа до кончика моего хуя. Но они же не знали, что обрезание я делал в Одессе. Браток на крутом Мерседесе едет по узкой дороге, на повороте сбивает гаишника. Смотрит, вроде никто не видел. Делать что-то надо. Багажник открыл, гаишника туда хуякс. И прямиком на старое заброшенное кладбище. Смотрит, там в сторожке сидит сторож и говорит, «Братан, слушай, вот на тебе сто долларов, закопай гаишника, и чтобы никто не знал». Сторож говорит, «Говно вопрос, сто граммов водки хуякс, пошел копать». Братан уехал, съездил по своим делам, возвращается. И опять на том же самом повороте сбивает уже другого гаишника. Ну, он уже знает, что делать. Открывает багажник, гаишника туда, прямиком на старенькое кладбище, опять в сторожку. Приходит к деду и говорит, «Дедуся, ну что-то хуякс какая-то происходит. Я тебе сотку баков дал?» То говорит, «Дал». А гаишник нахуй опять раскопался и убежал. «Давай, на тебе еще сотку баков, давай, закапывай». То говорит, «Говно вопрос, 200 граммов водки на грудь хуякс, пошел делать свое дело». Братан уехал, а на соседнем посту ГАИ один инспектор другому говорит, «Что ты, блядь, мерин, 600-ый, туда-сюда, бля, вокруг кладбища мотается, а? Иди, пойди, узнай». Гаишник поехал, нашел у сторожа дремлющего, уставшего от трудов могильщика, начал его трясти, тот глаза открыл, смотрит ГАИшник. Он говорит, «Е*** твою мать!» Хватает лопату ему по башке, «Хуякс!» И говорит, «Да угомонишься ты, блядь, сегодня или нет?» Мужик пришел к сексопатологу, жалуется, что жена его стала холодна, как селедка. Доктор говорит, «Ну что ж, есть у меня экспериментальные таблеточки». «Если хотите, я дам вам, как опытный образец, подкиньте ее в кофе, но помните, только одну таблетку. Только, блядь, одну таблетку!» Понятно? Он говорит, «Да, да, радостно побежал домой». Ну и вот они сели с женой пить кофе. Когда жена отлучилась, мужик хотел подкинуть одну таблетку, но от волнения трясся вот этот пузырек, и он положил две. Потом он вспомнил, что сказал врач, он выловил одну, ну и не пропадать же добру, бросил ее в свой стакан. Ну, выпили они кофе. Мужик с нетерпением стал наблюдать за реакцией жены. А та сидит с каменным лицом, и вдруг бац! Глаза ее округлились, налились кровью, и нервно дыша она сказала, «Я хочу мужика!» Довольно мужик хотел тотчас же ее завалить и впердолить, как вдруг бац! Глаза его округлились, налились кровью, и он сказал, «Я тоже!» Встречается двое друзей. Оба недавно женились. Один говорит, «Ты знаешь, я ведь со своей женой до свадьбы ни разу не спал, а ты?» «Только, блядь, ну ты и вопросы задаешь!» «Я что, помню что ли?» «Как ее зовут твою жену?» Женщина останавливает такси. «В роддом!» «Блядь, да не гоните так быстро, я там работаю!» «А переверни папа Карла полено вверх ногами, и все могло бы быть совсем по-другому», грустила Мальвина, глядя на длинный нос Буратино. Рубик спрашивает у Валико. «Слушай, Валико, ты почему такой черный, а?» «Тот говорит, ты знаешь, дорогой, когда я должен был родиться, моя мать увидела негра, испугалась и убежала. Эй, слушай, Валико, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Мне кажется, негр все-таки догнал твою маму». «Разговор в театре. Послушайте, вы же только что бросали в певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему. Тише, я хочу, чтобы он вышел поклониться, у меня осталось еще несколько штук». «Удивительное открытие сделал фотограф Семенов из города Нижняя Печкина. Он близок, наконец-таки, к разгадке всемирно известной загадочной улыбки Мадонны Леонардо да Винчи. Не исключено, считает товарищ Семенов, что Мадонна была просто дурой». Стоит эстонский гаишник, мимо него очень медленно проезжает автомобиль задом наперед. Гаишник спрашивает, «Почему вы едете с Атом?» Водитель говорит, «Улиса узкая, я не могу развернуться». Проходит полчаса, едет тот же эстонец, тоже задом, но уже в обратную сторону. Гаишник спрашивает, «Почему вы опять едете с Атом?» Он говорит, «Развернулся». Теплоход проходит мимо небольшого острова в океане, на котором бородатый мужчина что-то кричит, отчаянно размахивая руками. «Кто это?» спрашивает пассажир капитана. «Бл***ь, понятия не имею. Каждый год, когда мы здесь проходим, он вот так же сходит с ума». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова